Добрый день, уважаемые коллеги! Вашему вниманию представляется экспериментальная работа, выполненная на капелье оперативной хирургии топографической анатомии под руководством профессора доктора медицинских наук Владимира Владимировича Липова на тему хирургические лечения мегалерного гнойного абсцесса брюшной полости. Одной из актуальных проблем экспериментальной хирургии является интенсификация процесса лечения абсцессов стала возможной при внедрении методик малоимпразивно-функционного лечения абсцессов различной теологии и локализации, которые способствовали снижению частоты после операционных осложнений. Также актуальность связана с увеличением частоты после операционных гнойноэстетических процессов, обусловленную резистентностью современной микрофлоры к наиболее часто применяемым антибиотикам, что требует разработки новых подходов к лечению. Для разработки новых минимально-инвазивных подходов к лечению абсцессов нами был предложен вариант моделирования ограниченного гнойного абсцесса брюшной полости. Ранее доказана антибактериальная активность применения наночастиц металлов, низкоинтенсивного лазерного излучения в растворе интерлипида и сочетание этих методик при лечении абсцессов печени. Применение низкоинтенсивного лазерного излучения в растворе интерлипида, содержащем наночастицы меди, железа и цинка, при лечении ограниченного гнойного абсцесса брюшной полости не изучено. В связи с этим цель данного исследования является в условиях эксперимента обосновать эффективность минимального инвазивного хирургического лечения ограниченного гнойного абсцесса в сочетании с применением низкоинтенсивного лазерного излучения в растворе интерлипида, содержащем нано-комплекс. В эксперимент включены 80 лапораторных белых крыс самцов, массой около 200 г, которые разделили на 4 группы по 20 в каждом. Далее был моделирован классический гнойный абсцесс с использованием 15% взвеси фекалий, которые вводили из расчета 1 мл на 100 г массы. Также в ходе кондинерного лечения применялись лазерные нанотехнологии в виде низкоинтенсивного лазерного излучения, представленного аппаратом Матрикс, и нано-комплекса, представленного научно-исследовательским институтом химии города Москвы. Также мы в работе применяли интерлипид для получения равномерного распределения лазерного излучения по внутренней поверхности полости. Данный метод можно наглядно увидеть на данном слайде. На этой картинке лазерное излучение помещено в шаровидную полость без интерлипида. На втором фото лазерное излучение в полости заполненным эмульсией-интралипида. Способы моделирования ограниченного абсцесса. Под контролем ультразвукового исследования в брюшную полость после депиляции и антиститической обработки участка кожи размером 3 на 3 см через таракар вводили модифицированный катетер фолея и через канал заполняли баллон на дистальном конце катетера 2 мл физиологическим раствором. Производили перевязку катетера в проксимальные баллоны и фиксацию его при помощи кожной дупликатуры. На пятые сутки после образования кистозной полости через санкционный канал катетера вводили взятые из просвета слепой кишки содержимые. На шестые сутки после инфицирования появлялись характерные клинические признаки ограниченного грудного абсцесса. Животные принимали лежачее положение в плохо реагированные болевые и звуковые выздоровители отказывались пить и принимать пищу, отмечались выраженные местные болевые реакции в правопозвращенной области при пальпации отеченств кожи и местной гиперемии. Также применяются полнометрические исследования для комплексной оценки объема полости абсцесса в панели исследований с использованием формулы объема шара. Проводились ультразвуковые исследования на третьи сутки после моделирования гнойного абсцесса. На данном снимке можно увидеть анахогенное образование округлой формы диаметром 20 мм. Также ультразвуковое исследование проводилось на шестые сутки. Эксперимент у животных на глубине 9-10 мм от поверхности кожи определяется образование овальной формы с четкими гиперэхогенными контурами размерами 16-17 мм. Образование восклижируется с преобладанием артериального кровотока. Разделенные ранние животные на 4 группы получали комбинированное лечение. Так, например, первая группа получала лечение в виде санации гнойного очага фуроцинрином и антибактериальной терапии. Вторая группа Животные получали лечение в виде раствора интерлипида и низкоинтенсивного лазерного излучения. Третья группа получала лечение в виде раствора интерлипида и нано-комплекса. Четвертая группа животных получала лечение раствором интерлипида, низкоинтенсивным лазерным излучением и нано-комплексом. Комбинированное лечение гнойного обсесса представляло из себя два этапа, где первый этап – это хирургическое лечение, производение разрез-проколок и эвакуация гнойного содержимого из полости через таракар диаметром 5 мм, далее производение разрушения коневого секвестра и аспирацию гноя диетализированных тканей внутренней стенки пиогенной оболочки полости гнойника. Второй этап – это применение комбинированного лечения в группах животных. Проводилось микробиологическое исследование посева из полости абсцесса к пятым суткам. В результате этого на данном слайде можно увидеть, что у животных первой группы наблюдается полное заселение чашки Петрия микрофлорой, в то время как четвертая группа животных микрофлора на чашке Петрия отсутствует. Что свидетельствует об эффективном способе лечения, применяемом у четвертой группы. Также проводилась динамика ультразвуковых данных при различных вариантах лечения абсцесса в брюшной полости на пятые сутки, где у первой группы наблюдается более объемное образование полости, а у животных четвертой группы полость практически облиперирована. При оценке динамики объема полости в зависимости от варианта лечения, можно сделать вывод, что у животных четвертой группы наиболее быстро и полностью наступает облитерация гнойного очага. Одним из критериев равномерности распределения лазерного излучения путем рассеивающей среды является снижение количества колониообразующих единиц штаммов у животных второй и третьей группы и полное отсутствие роста микрофлоры в пятом суткам лечения у животных четвертой группы. Применение стандартной терапии привело к уменьшению объема полости абсцесса лишь наполовину его диаметра. Использование интерлипидосодержащего нано-комплекс способствовало рано заживляющей активности, но позволило лишь частично облиперировать полость абсцесса. Комбинированное применение лазерного облучения интерлипидосодержащего нано-комплекс способствовало практически полной облитерации полости уже к 10-му послеоперационному дню. Таким образом можно сделать выводы, что применяемые клинические инструментальные методы исследования являются эффективными методами оценки результатов лечения модулированного гнойного абсцесса в грушной полости. Комбинированное хирургическое лечение модулированного гнойного абсцесса с местным применением равномерно рассеянного низкомпенсированного лазерного излучения и нано-частиц обеспечивают ускоренное очищение от возбудителя полости абсцесса и создают полные условия для облитерации полости гнойного абсцесса. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok